Бороться с лесными пожарами сотрудники новосибирских лесхозов будут с помощью новой техники. Сегодня они получили ключи от квадроциклов, а в обозримом будущем доставят и квадрокоптеры. Дмитрий Белькевич оценил транспортные средства и выяснил, где и при каких условиях они будут наиболее эффективны. Площадка одного из лесхозов Тогучинского района напоминает парковку мотосалона. Новенькие квадроциклы брутального черного цвета ожидают своих хозяев. В ближайшие дни они разъедутся по лесничествам 21 района. Четырехтактный, 650-кубовый и отечественного производства. Максимальная скорость этого квадроцикла составляет 80 км в час. Это может быть мало по городским меркам, но прекрасно для бездорожья. Самое главное для него это повышенная проходимость. И этот квадроцикл прекрасно подойдет для профилактики лесных пожаров. Первый ключ от квадроцикла сегодня выдал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. Новый владелец не удержался и проверил вездеход на пересеченной местности. Машины без труда проезжают по лесополосе, хотя накануне вечером и утром в районе прошел ливень. Покатался уже достаточно на много техники, имею в личной. В собственности тоже квадроцикл немножко слабее, чем данная техника. Ну, по ощущениям, которые за короткий промежуток времени у меня сложились, что довольно-таки прилично, мощно, для леса нормально пойдет. Есть у него и лебедка, место для крепления дополнительных канистр с топливом и ранцевых огнетушителей. Возможности тюнинга не ограничены. Было бы желание, только вот глянец окрашенных элементов снегоболотохода сотрется о ветках деревьев и кустарников быстро. Таковы условия эксплуатации. Но если следить за техникой, то, как уверены лесничие, агрегат прослужит не меньше пяти лет. Каждый такой аппарат обошелся в 420 тысяч рублей, а вся партия почти в 15 миллионов. Средства регион получил в рамках нацпроекта. Основная задача наземного патрулирования – это своевременное выявление лесных пожаров, в том числе маленькой площади, и не позволить ему приобрести какие-то большие значения. Те пожары, которые сегодня выявляются наземным патрулированием, нам удается ограничить в пределах полутора-двух гектаров. Министерство намерено закупить для лесничества еще и квадрокоптеры, чтобы иметь возможность мониторинга лесопожарной обстановки с высоты птичьего полета. К слову о пожарах. По данным министра, с начала года в области произошло больше 300 возгораний, и львиная доля из них – по вине человека. Дмитрий Белькевич, Алексей Погодин, Новости ОТС.